Есть как бы две составляющих во всем этом, во всей истории кино, связанные с тем, как привлекать зрителя. Самый простой способ – это как раз демонстрация голого человеческого тела, потому что в этом случае взывается просто гормоном. Просто мужики мы воспринимаем, женщины исключительно, в первую очередь глазами. И, значит, для нас важны голые плечики, длинные ножки, симпатичная мордашка, круглая попка и так далее и тому подобное. Это вызывает в мозге через супрахиазматическое ядро выброс гипоталамических гормонов половых, которые меняют наше отношение к объекту, который мы видим. Для того, чтобы привлекать мужиков, нужно демонстрировать красивые женские тела и желательно побольше тела, поменьше одежды. Это факт. В этом случае режиссер, оператор и вся Шарашкина контора обращается к низменным инстинктам, связанным с выработкой половых гормонов. Все. Для женщин там нужно работать, чтобы еще низкий голос мужчины, чтобы слов поменьше знал, поменьше их говорил. Потому что чем более низко развитый и красивый самец, тем женщинам проще им управлять. Они потенциально таких примитивных самцов предпочитают интеллектуально развитым, потому что, конечно, с ними справиться не смогут. А там же вопрос отъема имущества, поскольку нужно в дальнейшем выкармливать детенышей. У мужчин это быстрый процесс, а у женщин каждое удачное соитие заканчивается детьми, и их надо на что-то воспитывать и содержать. Поэтому они подбирают, соответственно, не очень умные, очень богатые, ну и так далее. Низкий голос, хорошо уверенные движения, то есть однозначность, предсказуемость. Для женского мозга это проще этим управлять, существом. Поэтому они идут на расхват. Поэтому в кино, собственно говоря, выбираются образы такие. Немногословный герой Джеймс Бонд. В основном рассказывает о том, как надо смешивать Мартини. Хорошо, сильный, спокойный, уверенный, абсолютно однозначный. Все. Это идет. А вот голое тело, это как бы все-таки низкопотребство, потому что тут уж совсем срабатывают исключительные половые инстинкты. И большинство режиссеров старается это избегать не из-за того, что они не могут снять красиво две сиськи. Не в этом дело. Они могут снять. И Тарантино может снять красивое, эротичное, возбуждающее. Он это умеет. Практика у него была, как известно. Но речь-то идет не об этом. Речь в том, что он не хочет опускаться до этого уровня. Он хочет почестнее заработать свою статуэтку. Это, понимаете, ну как бы культ личности такой, доминантность. Что я сумел сделать так, что всем понравилось. При этом я не старался дергать все время за пипичку всех своих зрителей. Ну, действительно, молодец. Ну, вспомните 90-е годы. Заходишь в театр, если голая артистка, известная по всем фильмам, не прыгает на полуголого актера такой же известности. То есть, что это за спектакль. Они, безвыходные ситуации, они обращались ниже пояса. Как только ситуация стала получше, это все прекратилось. Ну, и так в мировом кино. Конечно, суперпрофессионалы стараются избегать как из сцен гигантского насилия, так и сцен сексуально-эротических пытаются за счет своего мастерства поставить, чтобы ощущения были испытаны те же, но в то же время без откровенной пошлости и обращения к инстинктам человеческим. В чем Тарантино привлекает многих зрителей? Есть действительно отличные фильмы. Тем, что наряду с этим традиционным для американского кинематографа работой по инстинктам человеческим, ну, и исключительность, сексуальность, не успех, но борьба, хэппи-энд в разных формах. То есть паразитирование на человеческих слабостях. Он пытается между этим всем засунуть, ненавязчиво, надо сказать, некое человеческое, то, что должно проступать хоть иногда. И это его привлекает. Но тогда возникает баланс. Нужно найти баланс. Очень сложно. Это зависит от его таланта. Находит он баланс, получается классный фильм. Не находит он этого баланса. Ну, не получилось. И получается ерунда. Так бывает у всех. Отсюда и отношение к телу. Чем меньше у человека таланта, тем больше женского тела. Чем меньше способностей, тем больше обращений к инстинктам. Чем выше мастер, чем лучше режиссура, чем лучше текст исходный, чем лучше постановщик, тем меньше обращений к животным человеческим началам. Понимаете? То есть один получает статуэтку за деньги, которые фильм заработал. Другой за то, что он заработал те же деньги, но не обратился к животным человеческим началам. Какая статуэтка будет ценнее? Конечно, та, которая сделана не с помощью примитивных приемов. И все это понимают. Этикетки не различаются по размерам. Но статуэтка, полученная за фильм, в котором нет паразитизма на инстинктах человеческих, она ценится намного выше. И при всех прочих равных. Мы все прекрасно понимаем, что это режиссер, а это подельщик. Вот в чем дело. И никакие рекламные кампании через 10-15 лет возвратить фильм к жизни такого подельщика не могут. А Тарантино, он четыре комнаты, пожалуйста, как смотрели, так и будут смотреть. Как был рейтинговый фильм, прошло уже очень много лет, так и будут смотреть. Почему? Потому что там среди всей пошлости, которая привлекает, так сказать, 17-летних подростков, там есть масса идей, которые лезут изо всех щелей, которые он прячет как может за сценами, за сценографией, за постановкой. Но тем не менее, там они лезут отовсюду. И человеку зрелому, достаточно сформированному, это интересно смотреть. Уже по совершенно другим причинам. Они уже насмотрели все систики и всего остального. Ничего нового там увидеть нельзя. Но что-то в этих фильмах есть, значит, пролазит человеческое. То, что относится к человеку как к социальному существу. В этом преимущество. Продолжение следует... Продолжение следует...